Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке еще один компонент, который я заказывал для своей фотостудии. Здесь у нас получаются какие-то стойки. Вы могли заметить, что мне пришлось просто одеть другой объектив на камеру. Сейчас мы снимаем на 24-70 G-Master. Вот. Ну и, собственно говоря, мне здесь пришли, судя по всему, это стойки. И стойки, по-моему, это от производителя Godox. Они не дешевые, это стойки, как написал производитель, достаточно хорошего качества. Что ж, давайте мы их откроем и посмотрим, что же там внутри. Итак, поехали! Так, что ж, насколько я могу сказать, мне это пришло, пришел, принес курьер. Это приехала грузовая почта, так как такие посылки, в общем-то, не доставляют на почту или же куда-то нам в постаматы. Из-за того, что они очень огромные. Что ж, давайте мы его откроем. А внутри мы что видим? А внутри мы просто ничего не видим. Это обычные коробки, опять, безымянные. И знаете, здесь вот очень сильно вспоминается, когда я заказывал лампы для аквариума. Упакована была абсолютно так же. Они еще, наверное, внутренние, они еще и скручены здесь, между собой. Описание. Стойка тренога Godox Pro 280 см для фото-видео студии. Godox Pro 280 см. Стойка тренога с телескопической колонной. Пружинной амортизацией. Для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 9 кг. Максимальная рабочая высота составляет 280 см. Размер в сложенном виде составляет 95 см. Нагрузка до 9 кг. Три телескопические секции увеличенным диаметром 25, 30 и 35 мм надежно фиксируются по высоте благодаря стальным винтовым зажимам, которые вкручиваются в металлические вкладыши на зажимной муфте секции. Винтовые зажимы оснащены крупными ручками из прочного АБС-пластика. Алюминиевая труба, используемая для изготовления секции, проходит калибровку на всех этапах производства, благодаря чему телескопические секции имеют плавный ход и равномерное скольжение относительно друг друга, а также защищены от заклинивания. Пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждений в случае, когда ассистента резко ослабила зажимные винты и стойка резко сложилась. Так, здесь они вот у нас тоже склеены. Давайте мы их тут тоже порежем. Слушайте, но металла здесь много. Металла много. Чувствуется, что достаточно тяжелая. Так, здесь у нас тоже, видимо, модель написана. Ну, я не знаю, тут видно, не видно в камеру. Ну, наверное, можно прочитать. Так, что-то теперь давайте посмотрим, откуда ее открывать. Потом я, конечно, где-нибудь соберу, где-нибудь, где мне позволит место, чтобы снять все это дело. Сейчас мы просто пока хотя бы распакуем, посмотрим, в каком виде все это приходит. Ну и, конечно, что это за качество у нас. Так. Ну и начинаем тянуть. Йо, пернетеатр. Слушайте, они толстые, прям пипец. Так, ну давайте, наверное, поближе посмотрим. Насколько вы можете видеть, она у нас двухсекционная. Слушайте, ну она даже вот, что сказать, она достаточно легкая. То есть при всем при том, что трубы у нее достаточно такие толстые. Это не пневма, это пружина. Да, внутри мы можем даже слышать, как она там, этот, туда-сюда бегает. Так, все это тоже нормально затягивается. Конечно, хотелось бы пневма, да, ну, возможно. Просто, может быть, я еще прикуплю парочку таких вот пневма. Но, по крайней мере, что я могу здесь сказать. Она очень толстая. Очень толстая. А значит, она будет и очень устойчивая. Вот, потом смотрите. А, здесь у нас какие-то, в общем-то, механизмы, чтобы, видимо, затягивать, либо настраивать. Там, видите, внутри шестигранчики. Я не знаю это для чего, но, на самом деле, знающие люди, пусть напишут в комментариях, вот, для чего вообще эти отверстия нужны, что они затягивают. Так, теперь давайте смотреть дальше. Так, это я пока уберу. Теперь с треногой. Ну, здесь, наверное, все стандартное. Ух ты, е-мое. Слушайте, это у меня даже место здесь не позволяет, чтобы ее поставить, если так честно. Но, блин, что могу сказать. Ну, основание это мощное. Прям очень мощное. Так, немножко подсоберем и немного. Так вот, сделаем. Вот, внизу у нас получается только пластиковые ножки. То есть, это не резина, здесь пластик. Хотя бы, конечно, могли какую-нибудь, знаете, жесткую резину добавить. Но вот эта, мне кажется, она достаточно такая все-таки хлипкая. То есть, это никакая не сталь. Скорее всего. А, хотя, наверное, это, знаете, просто металл. То есть, это я даже не скажу, что это алюминий, потому что он гнется. Вот. И, да, это не алюминий. То есть, вся вот эта штука, она сделана из металла и пластика. То есть, никакого здесь чуда нету, да. То есть, если вы думали, что тут материалы какие-то будут мега крутые, ну, наверное, нет. Вот. Но все это покупалось в официальном магазине, по-моему, Godex. Если я не путаю, там в описании можете будете посмотреть. То есть, ссылочка тоже будет на товар. Ну, в принципе, да, за свои деньги, наверное, это вот, наверное, это очень неплохая вещь. То есть, вот, блин, надо силу приложить, чтобы, допустим, мне хоть как-то, опа, ее закрутить. Вот, по сути, так вот. Но, давайте, наверное, сейчас поговорим, что у нас из минусов. Так, а из минусов у нас то, что там больше ничего нету. А хотелось бы, наверное, все-таки чехол какой-то, да. Если вы, допустим, занимаетесь какой-то выездной фотосъемкой, ну, хотелось бы во что-то их положить, чтобы они, грубо говоря, хотя бы как-то хранились. Или какие-то чехлы были. Вот. Что, конечно, придется, наверное, отдельно докупать. Пакетик, который с ним идет в комплекте, ну, это просто ни о чем. Так. Так себе. Знаете, это временно. Вот. Ну, в принципе, наверное, это все, что здесь я хотел показать. Что касаемо самих стоек. За свою цену. В принципе, я скажу, что я доволен. Но я, наверное, на этом все-таки не остановлюсь. Наверное, все-таки надо будет еще купить какие-то стоечки. Вот. Но, наверное, на этот раз я возьму какого-то другого производителя, чтобы было более интересно. Может быть, какие-то другие материалы. Может, даже посмотрю карбончик. Вот. Здесь вот пластик. Ну, так. Наверное, знаете, наверное, как вот здесь можно сказать, что это? Наверное, это все тот же китайский хлипкий, грубо говоря, вот хлипкая тренога для света. Вот. Но. Но. Здесь она просто увеличена в размере. Трубки. Они все толстые. Кстати говоря, давайте, знаете, что сделаем? Ну, для тех, кто хочет посмотреть. Давайте я просто диаметр замерю, чтобы было наглядно, понятно. Так. Диаметр первой трубы у нас получается 25,4 миллиметра. Диаметр второй трубы 30 миллиметров. Так. Давайте теперь диаметр ножек. Диаметр ножек 22 миллиметра. Так. И давайте вот с самой центральной стойки мне придется немножко ее раскрутить. То есть, как-то, знаете... Ох, блин, тут сложно на самом деле. Ну, давайте попробуем. А это у нас 35 миллиметров. Что ж, вот такая вот конструкция. Конструкция. Вот такая вот тренога. В принципе, я хочу сказать, что, ну, для себя, как вот, для поддержки каких-то софтбоксов этого будет достаточно. Не знаю пока, что еще нужно. Дальше уже буду смотреть на то оборудование, которое будет приходить. И, наверное, уже буду что-то решать, чтобы еще что-то докупить. Ну, что, друзья, если вам понравилось данное видео, ставим ему лайк. А не забываем проходить на канал Густи. Там вы можете поддержать наши распаковки. И если у вас остаются какие-то вопросы, дайте мне знать. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛИНСКОМ ЯЗЫКЕ